Меня зовут Станислав Танкевич, я из Казанского 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 Казанского. Я себе позволил сделать доклад длиннее, то есть он будет длиннее, чем 15 минут. И мне хорошо знать, сколько здесь на самом деле дает работы. Просто хорошо, я понимаю. То есть именно профильные. То есть у нас есть 6. То есть я сделал свои презентации на английском языке. Там будут какие-то кейборды, все будет понятно. Мне показалось удобнее использовать английский язык. Ну ты свой членочек. Ты свой членочек. Значит, о чем я хотел рассказать? Я хотел рассказать выступление из двух частей. Первое это просто в связи с тем, что наш проект совершенно рядовой, у нас не возникают каких-то задач, которыми можно вообще, скажем так, похвастаться. Ну вот, как так складывается, что текущий проект абсолютно средний. Самое обычное iOS-приложение. То есть, самое обычное AF Networking, Core Data. Мы клеим сервер, собственно, в клиент. Там у нас есть кэш, там у нас есть storyboard. В общем, самый обычный какой-то набор. Вот, и я думал, 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 и что вот относительно этого такого вот, ну, так сказать, среднего приложения, я могу рассказать только о том, что заставляют, скажем так, мои будни, ну, my everyday. Я решил просто рассказать о нескольких инструментах, которые мы используем каждый день и которые, скажем, нам позволяют сократить количество болей вот этой каждодневной. То есть, инструменты, с помощью которых, ну, скажем так, жизнь происходит легче вот именно по всегменту. Вторая часть будет про EYV Controllers и MVC. MVC сейчас, что это называется часто, My CPU Controllers, потому что они действуют к бесконечному росту. То есть, это, вот, здесь, я знаю, есть люди из Rubenrails, то есть, вот, жильным в iOS всегда является именно EYV Controllers. То есть, у нас есть классическая MVC, есть MVC, какого мы знаем в Rails, то есть, это... Что, что надо сделать, чтобы... Мне нужна помощь. Как? Как? А вы забавали? Нет, сейчас чёрный экран. Чёрный экран и... А это баг. Отключи и подключи. Вот это? Да. И ещё скорую пару. Мне нужно, значит, следить за тем, чтобы... Как-то... Можно просто настройки. А, настройки. Прибавиться. Да, настройки. Подскажите, где это делает церковь? Системы настройки на заряжение. Так, как мне отсюда уйти? Я не машу. Вот я тоже увидел, что ты не нашёл. Понимаешь, ты сейчас даже не найдёшь. Вполне просто. То есть, по поводу контроллеров, что вот в Apple нет MVC, как мы его знаем, например, в Rails. То есть, в iOS нет в чистом виде контроллеров. То есть, скажем так, и близки с коробками, и с контроллерами дело не имеется. Вот. И я хочу поговорить просто о проблемах, которые из этого подарка Apple нам вытекают, скажем так. С ним замучили. Да. 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 Ну, я иду в эту картинку. Я посадỉ. Всё. Вот, то есть я поговорю вот об этом самом таком плохом MPC, как мы его знаем в Apple. Немножко поговорю про организацию кода, про Lightweight View Controllers, потому что эта тема очень больная во всей iOS-коммунике, и на эту тему есть много каких-то постов. То есть я их упомянул и расскажу, какие есть, скажем так, наработки. И покажу несколько антипатеров. То есть так получилось, что когда я пришел на проект, я его писал мне с нуля, и я увидел, скажем так, очень много кода, не моего, по которому он мне, скажем так, очень хорошо помог осознать, как можно антипатеров, скажем так, рассказать кому-то еще. Вот, ну, будем двигаться. Значит, Everyday Tools, и здесь у нас идет RastKit. То есть кто из нас шести с RastKit работал плотно? Ну, в общем, про RastKit можно сказать только одну вещь, что если вы делаете приложение, и вам предстоит постоянно создавать какие-то новые модели, постоянно создаются на бэкенде ресурсы, и вам нужно их по-быстрому клеить, то есть вам неохота заниматься руками вот клеить JSON в Core Data, то, ну, по сути, сейчас нет никакого open-source такого стабильного решения, кроме RastKit, которое вы это делали. То есть там огромная коммунити, которая вот, ну, вы просто устанавливаете фреймворк, и буквально делаете несколько строк конфигурации, и у вас весь этот магинг, вот, именно JSON в Core Data начинает работать. То есть для нас это очень удобно, потому что ресурсы постоянно новые возникают, то есть идут вот эти изменения. И, собственно, вот эти плюсы, что у вас из коробки Marking JSON в Core Data очень важно, что RastKit очень грамотно работает с 304, то есть если бы вы это делали сами, я просто когда вот смотрел исходный код RastKit, там очень много продумана вот эта штука с 304, поэтому если для вас критично... Что такое RastKit? 304 — это not modified. Да, то есть у нас приложение использует кэш, то есть бывают клиенты совсем тонкие, когда мы только с постоянной сервером тянем, а у нас кэш используется активно, ведь у нас важно, когда кэш есть, отдать из кэша. Так вот суть в том, что 304 позволяет не дергать сервер полностью, если мы говорим о 304, то RastKit очень умно берет соответствующие данные и скорая дата. Вот и для нас это очень важно, что мы вообще об этом не заботимся, при RastKit просто закидываешь новую модель, когда там создаются ресурсы, оно все работает из коробки. Единственное здесь мелкое замечание, что если вы хотите по-настоящему получить эту скорость, то есть вам нужно еще настроить сервер. У нас сейчас сервер не настроен, мы этим только будем заниматься, то есть чтобы при запросе данных, когда вы просите данные на сервере, чтобы он не проходил весь цикл формирования JSON ответов. Ну там есть для этого специальные, скажем так, настройки во всех backend framework. И сироты, то есть что такое сироты? Это мы, например, у меня есть список игроков в команде, и их сейчас 5, а оказалось, что тренер где-то там, если там на другом девайсе, удалил одного игрока. То есть состояние на сервере изменилось, и у нас игроков стало 4. Вот RastKit автоматически, если его правильно настроить, мы так узнали не сразу, он начинает работать с сиротами, то есть при получении ответа измененного сервера он автоматически удаляет те объекты, которые уже на сервере не актуальны. Для нас это очень критично, в приложении мы сильно связаны с party service, то есть у заказчиков есть еще один заказчик, который нам дает API, и там просто очень важно, чтобы какие-то удаленные или измененные вещи на сервере в приложение не попадали. Вот эта штука, она работает как часто, это очень круто. Вот. Теперь, собственно, минусы. Они тоже очень много. Вполне рядом с трюсом. Значит, RastKit по-прежнему хардкодит на EF Networking 1.3, поэтому нам, американцам, написали в Technical Depth, что давайте EF Networking 2, потому что вы отстаете. И мы с ним его не можем, потому что RastKit на него жестко завязан. И, ну, понятно. Там, в код спеке просто стоит DPM на 1.3. И это плохо, потому что EF Networking 2 очень сильно отличается. То есть, как все знают, ну, верно, EF Networking 2 работает с NSWheel Session. А так как NSWheel Connection скоро станет деприкатит, то вся эта штука может скатиться в трендеры. И, ну, уродливый логинг сетевого трафика. Я об этом буду говорить. То есть, у меня есть проект, который этот вопрос решает. То есть, как хорошо и внятно видеть весь ваш HTTP traffic, с которым вы работаете, когда у вас как-то что-то ему шлете, что-то приходит. То есть, все заголовки, все тела ответов-запросов. То есть, вот, эта штука в Росткиде вообще не решена. Там очень, ну, это неаккуратно и неляжливо выглядит. С этой штукой невозможно работать, если вы каждый день с бэкэмером взаимодействуете. Вам нужно ему там указать, например, тут и мне что-то 500. То есть, и вот послать ему репорт невозможно с блогером Росткида. И самое плохое, это то, что автор этой библиотеки, он отошел от дела. То есть, он ушел в другую контору. Ну, кто-то может знать, что автор это очень большой человек в коммунити Блэйк Боттерс. То есть, он много лет этим Росткидом занимался лично. И там, что-то около двух-двух тысячей сус у него уникли. Он лично закрыл там, ну, как бы, пофиксил. А теперь он этим впечатлением занимается. На его место заняли какие-то такие вторичные люди, которые очень медленно реагируют на реквесты. И, в общем, тенденция такова, что, возможно, Росткид может загнуться. Вот, это такое впечатление осталось. Но, в целом, то есть, по-прежнему, мы его будем использовать для убора, потому что других решений нет. Делать все вещи, которые он делает хорошо руками, это очень важно, скажем, очень большая экономия дверь. По поводу сторибордов есть только одно короткое сообщение. Это вот, ну, спасибо Косте. Как бы, мы обязаны iOS-разработчике Косте тем, что он нашел такую штуку. То есть, у iOS-разработчиков традиционно есть такой спор, использовать сториборды или нет. И за что их ненавидят. За то, что, когда пять человек одновременно работают над одной сторибордой. Ну, сториборд, по сути, это что-то типа XML-файл. Совершенно невозможно работать вместе, потому что один что-то меняет, и там возникает в деле кипитие конфликтов. То есть, это главная претензия, что невозможно одновременно работать над одной сторибордой. Ну, когда она одна в приложении, допустим, там в команде есть трех-пяти человек. Поэтому люди используют элликсивы или вообще все пишут руками. Так вот, эта штука, она позволяет сториборд распилить на много сторибордов. То есть, есть просто, скажем так, крутовый сториборд, в который мы входим с приложением. И от него просто вот так вот веточками идут переходы на другие сториборды. Это сразу же решает этот вопрос. Я считаю нужным это сказать, потому что вот у нас в Одессе есть очень большой проект, такой энтерпрайз-проект. Там очень суровые сериоры, ну, то есть, очень серьезные люди. Но вот, они из-за именно этой проблемы, что у них очень много людей в команде работают на, ну, как-то, допускай, E-Line. Они не используют сториборд, потому что они понимают, что его можно распиливать. И из-за этого они, ну, скажем так, мучаются с ксивами. Вот. Поэтому, если у вас есть большой сториборд, его можно распилить. И после этого можно, во-первых, работать параллельно разработчикам над разными сторибордами. И еще важно, что каждая отдельная маленькая сториборд, она очень быстро грузится. Потому что весь XML нужно каждый раз Xcode держать в экране. То есть, ну, скажем так, для меня это было откровением. И всем, кто будет иметь дело или иметь, я очень советую. После того, как стало возможным распиливать сториборд, так же стало возможным, в общем-то, ксивы не пытаясь делись, мы можем их использовать прямо в сториборде. Я не успел подготовить слайд. Если внутри сториборда вы удалите его UI-вью-контроллера в U, полностью брокните, удалите, просто пустой вью-контроллер. Назначите ему классы. И при этом имя этого класса будет соответствующий ксив, то у Apple есть такая малоизвестная конвенция, что он будет брать из ксива себе информацию для вью. То есть, вы убираете вью из сториборда, и он ее уберет из ксива. Это значит, что если вы используете какой-то шарик вью-контроллер, который шарится в нескольких местах сториборде, вы можете его абстрагировать в ксив и работать с ним, собственно, из ксива. Это тоже нам штука помогает. В конкретном у нас в приложении есть стрим, который выбирает спорты. Там много видов спорта, и эта вещь используется сейчас, по-моему, в четырех местах. Это один и тот же сигнал. По поводу автолоялтов. Тоже от этих же самых людей в весе, в серьезных и суродах, я узнал, что они боятся до сих пор автолоялтов. Я тоже считаю, что нужно договорить, что если кто-то по-прежнему пишет верстку кодом, то есть перестаньте это делать, но в 2014 году хватит бояться, это очень просто. Вы просто накидываете constraint и делаете это. У нас, опять же, беда в том, что наши приложения тоже не использовались изначально, и теперь эта миграция происходит в нескольких сложениях. То есть из того, что мы использовали автолоялтов, привлекает, что у некоторых из наших UI-вью-контроллеров есть большие приватные методы, в которых, например, stretch the bottom, когда идет дотяжка, то есть доделка вот этих dimensions у всех UI-элементов, когда контроллер рендерится. То есть вот этого всего его бы просто не существовало, если бы просто в этом соответствующем контроллере какая-то простая разметка была бы сделана. По поводу схемы конфигурации. То есть это тоже абсолютно такая тривиальная вещь, но я из общения с несколькими коллегами понял, что почему-то некоторого они не знают. То есть о чем речь? В дебаге вы делаете одно, в продакшене вы делаете что-то другое. Самое частое, то есть те, кто не знают, они начинают делать так, ставят при процессоре директиву и где в дебаг, там делаем то-то, else там делаем то-то. То есть это что-то решается схемами. Здесь все знают хорошо схемы конфигурации, кто не знает, просто интересно. Нет, я не имею в виду iOS. Ну, в общем, у нас есть, вот на данный момент есть такие схемы. То есть у нас есть дебаг, у нас есть девелопмент, продакшене и тест, все понятно. Единственное, девелопмент и стейджинг льется на дна тестфлайт. То есть это почти что тот же самый дебаг, только там, ну буквально с небольшими отличиями. И на тестфлайт мы отправляем D и B, самые частые это D, мы маркируем название проекта, прямо пишем в название приложения, D там 207, например. Для заказчиков очень удобно видеть, у него три иконки приложения. Одна это продуктовая, то есть AppStore, D это development, последний тестфлайт, и B это предпродакшен релиза в AppStore. То есть, например, я делаю, сегодня я сделал P214, и у них, ну как они сейчас, вместе с нами тестируют перед AppStore, на тестфлайте, в Build, который уже настроен на относительно продакшен версии сервера. Вот про это все знают, да, что у Xcode есть конфигурация, есть вот этот параметр, который передается конфигурация, и это можно использовать для того, чтобы все разные настройки IP серверов, то есть адрес стейджинг бэкэнда и адрес продакшен бэкэнда, они отличаются. То есть вот Crashlytics тоже мы используем для стейджинга один Crashlytics, для продакшена другой. Все эти вещи можно прописать просто по листу и обернуть их вот в такой класс. У нас это называется SportApp Configuration, то есть это класс с названием проекта Configuration, который на основе этого по листу выдаёт активные для данной конфигурации настройки аналитики, IP бэкэнда и всякое такое. Ну, я просто это хочу показать, если вдруг кто-то может это не знать и что. Вот это все видели, да, такое? То есть здесь вы можете любить себе любую конфигурацию. Вот у нас три принципиально отличные. Вот как только вы делаете это, потом вы делаете вот это вот. Configuration, configuration. Сейчас будет видно, где это используется. Это P-list. То есть мы используем New Relic, мы используем Upserver BaseUgeon, то есть это наш ID бэкэнда, Flurry и Crashlytics. Пока что вот этот конфиг, он состоит из таких вещей. И вот дальше происходит такая вещь. То, что сверху, оно завернуто в класс вот это, Spartan Configuration. Что происходит? Мы берём list и берём ту самую Configuration. То есть у нас класс начинает знать о том, какая сейчас стоит конфигурация, какую мы сборку сделали. Мне надо это проговорить как-то. То есть это хорошо, ясно? Или я не помню, что там дальше. А дальше начинается схема. То есть мы создаём схемы, где есть схема, есть конфигурация. Вот это вот Mobile Debug. У нас сейчас есть схема Mobile Debug, и мы говорим, что она должна работать с конфигурацией Debug. То есть мы создаём вот здесь, поделаем схему, и в схеме указываем конфигурацию. И внутри уже в ходе, в API-клайнте, в Analytics Manager, во всех классах, которые завязаны на разных настройках, мы обращаемся к вот этому классу. В Spartan Current Configuration берём здесь уже конкретные настройки. То есть у нас получается, что в одном месте хранятся все настройки для всех конфигураций, и в одном месте, то есть в этом классе, хранится весь доступ к этим настройкам. Это очень нам стало нового типа тоже. По поводу отладки. То есть тут сразу. То, что я говорил про уродливый логинг в Threst Kitty. Вот. Для этого я специально сделал проект Project Networking Logger. Он работает очень просто. Вы его импортируете, делаете ему уровень, можно даже не делать там из дефолта, и говорите ему, начни работать. И в консоли это начинает выглядеть вот так. Судя по GitHub, я увидел, что особо много к проекту никто внимания не проявил, но мне самому он каждый день помогает. Вот у меня есть такая штука, что-то я беру из консоли, что-то пошло не так, я по контюру прямо это копирую, и это очень читаемо. Ну, это очень помогает жить. То есть, трудно передать, насколько с этим удобнее работать, чем когда вы идёте в callback AVE Networking, делаете ns-log, там какой-нибудь response body, чтобы узнать, что же вам там всё-таки пришло в сервер. То есть эта штука, она всё, в общем, автоматизирует. Единственная проблема, что она не работает с AVE Networking 2 полностью. Она не делает логи ответов для AVE Networking 2, потому что AVE Networking 2 появились реализаторы. И, в общем, Мэтт сильно изменил API, и когда я попытался гнаться за его изменениями, то я в какой-то момент забил, потому что он всё переписал очень плохо. И с тех пор я понял, что идея крутая, но её нужно вынести на низкий уровень в мохоз и программировать уже ну, есть CHARMS и есть VIRSHARP, наверное, тут низкоуровневые логеры HTTP трафика в macosmo, они очень неудобные. То есть у меня есть такая мечта найти свободное время, и это переписать, вытащить из приложения, потому что сейчас это работает изнутри приложения. и сделать это macos приложением для разработчиков, чтобы было вот так вот удобно работать. То есть есть Postman, который позволяет работать, ссылать запросы, автоматизированные курлы, скажем так, UI. я хочу сделать что-то такое же удобное для логинга. Но пока мы с RASTKIT, тут очень важно, что RASTKIT работает с Air Networking 1, поэтому и логер работает. И нам ещё хватит его там на какое-нибудь полгода спокойно, потому что у нас это техникалдепт, он обещает быть вечным. Или нам нужно будет всё переписывать, а заказчики говорят на этот пайд. Так что пока что вереемся вот, собственно. А это просто логер. Я заметил, что есть две категории разработчиков. Есть люди, которые любят ставить debug breakpoint прямо в исходе, они ставят debug breakpoint, чтобы посмотреть, что же там происходит. Я этим почти никогда не пользуюсь, кроме случаев, когда очень редко подладки. То есть мне больше нравится делать вот так. То есть разница мой логера между моим логером и обычным он исходом, то, что он основан на макросах, и в него можно вот так вот подряд писать всё, что вы хотите. То есть мы можем с ним работать вот так, а можно работать просто с перечислением любых аргументов до 20 шагов. То есть выхлоп будет вот такой. Я сделал его в таком консольном. И название эхологер означает, что он кроме того, что отдаёт значение того, что вы логируете, он также отдаёт, что вы логируете. То есть я просто покажу ещё раз, что если мы начали с чего? что у нас есть integer, int number, мы его скормили логером. l int number. То вот здесь это будет выглядеть как... Тут сразу же аналогия с тем, что мы как будто это вбили в консоль. То есть вы видите int number, и вы видите выхлоп. То есть int 10. Вы видите, что мы логировали, и вы видите значение того, что логировалось. Я увидел, что это не всем катит. То есть мне лично это очень катит, и я этим пользуюсь каждый день. А есть люди, которым удобнее там, не знаю, ставить вот эти вот точки остановки. Я не люблю останавливать приложение. Особенно потому, что когда есть несколько потоков, то остановки, они не очень помогают понять, что там на самом деле. Отдельный вопрос, что... Это совсем недавно я узнал. Это очень крутая штука. Она делает вот такую вещь. Она трейсит все вызовы, все отсылки сообщения объекту или группе объектов, или классу. Как из гне этого объекта, так и когда он сам себя вызывает. То есть все MessageSense вот так вот логируются. Там есть куча опций. Вы можете, например, еще дополнительно показывать, кто вызывает объект. Вот если вас интересует лейбл, вы там делаете настройку шоу-холер. То есть показывает, кто вызывает, кто автор вызова. Вот, my label, любые методы. И это дает хирургии, ну как это назвать... Очень подробную картину того, что происходит. Все методы, которые вызывают. Вот эта вещь, вот когда я один варвар стеки ловил, у меня на него ушло два дня. Потом я нашел эту штуку. Прошло 15 минут, и я нашел варвар. Просто я взял x-trace на наш ManagedObjectContext, который... И я увидел, что просто происходит диалокация определенных город от объектов. То есть, когда вам нужен какой-то advanced debugging, есть очень много тул, ну, разных инструментов, которые позволяют это делать. Вот это точно один из таких тулов. Я его советую, и он у нас сейчас постоянно споурирует в проекте. Очень полезная вещь. Это была первая часть. Сколько всего? Всего две. Собственно, теперь все про адевания контроллеров. В Rails, когда появился МВЦ, то есть появился Rails, появился МВЦ, и люди радостно бросились использовать МВЦ, и стали жирными контроллерами. Потом появилась следующая тенденция, скажем так, когда сказали, что жирные контроллеры — это нехорошо, делайте жирными модели. То есть, flat models, там, skin controller. Я, часто говорю, всю эту эволюцию не прослеживал, но, наверное, потом появился подход с сервисами и DDD. Какие-то, когда стали модель убивать из нее жирность, то есть стали делать расслоение расслаивания модели или расслаивания контроллеров. То есть, вот, я собираюсь за тем, что происходит в Rails, там происходит, собственно, расслоение исходного МВЦ. В Apple МВЦ — это другое. Там, как я сказал, контроллеров в чистом виде нет. Apple совершила большую отжимку. Ну, так думаю, не только я там. Есть много людей, которые так считают. Они сделали UI-View контроллеры. То есть, у них в Apple контроллеры — это вещь, которая, по сути, шаблон от экранчика телефона. То есть, контроллер сразу же, получается, из коробки завязан на жизненный цикл экранчиков телефона. То есть, понятно, почему это сделано. То есть, это оправданное решение. Но с точки зрения какого-то классического МВЦ, нам всем разработчикам iOS, теперь внутри UI-View контроллеров очень тяжело жить, потому что мы сильно связаны с жизненным циклом именно экранчиком, ну, собственно, экрана телефона. И теперь, значит, прежде чем говорить про антипатерные, про легкие контроллеры и вообще все технические детали, я хочу сказать про организацию кода. Тоже я всегда считал, что я вроде делаю, и это должно быть так же очевидно для всех, что все разработчики должны, ну, блин, это же очевидно. Нужно по коду ставить прагму. Все знают прагму? Да, прагму — это хорошо. То есть, но более того, нужно еще прагму ставить умно так, что тогда, особенно если вы читаете другой, чужой код, или вы ожидаете, что кто-то будет читать ваш код, так как у нас в исходе есть вот эта штучка. Сейчас я покажу. Вот эта вот штучка, все ее видят, да? Вот, я хочу привести это, например, как не надо делать. Айтерн 2 — это один из самых лучших терминалов ТОПМОГОС, и вот я просто пошел в сторону бота автора, и вот специально как-то снял класс. То есть, в чем здесь проблема? То есть, проблема даже не в том, что тут правил нет. Проблема в том, что вот, вы видите, как чередуются методы, нижнее подчеркивание традиционно означает приватные методы, то есть человек пишет код, у него идут приватные методы публичные, они вот так вот перемешаны. Это очень большой проект, и если вы хотите сходу в нем просто въехать, что там происходит, это невозможно. Вам придется потратить очень много времени, чтобы понять вообще, вот как эта вся штуковина работает. То есть, мы видим, что здесь есть методы, так сказать, императивные, то есть, типа, взять и сделать что-нибудь, да? Тут есть методы совсем не императивные. То есть, load, find, string, from, shared, past, and board. И есть обычные properties, то, что выглядит как вот, superframe, full-size frame, collapse frame, то есть, они разделены. Ну, оцените весь этот ужас. Это писал очень серьезный человек, он работает в группах. То есть, у нас есть properties, которые перемешиваются с приватными императивными методами. И это читать очень сложно. Вот. И переходя к value controller, я просто показывал вот текущая схемка, которую я сейчас использую. Возможно, можно сделать лучше, просто я пока что не знаю как, и поэтому мы используем эту, и она уже гораздо лучше, чем, ну, скажем так, ничего не делает. То есть, вначале у нас идет жизненный цикл контроллера. То самое, что всегда происходит. То есть, value controller – это паттер шаблон, вам дают callback, ну, скажем так, give it low, give it low, то есть, вверху всегда жизненный цикл самого контроллера. Там нет вообще методов, которые относятся к вашей логике. Это только его собственное хозяйство. Потом идут properties, если вы им пользуетесь. Six – это все переходы, которые, когда мы уходим с него или заходим на него. Events – это все события. Я пока не понимал, как разнести события, которые кодом происходят, то есть, нотификации от действий пользователя. То есть, это и то и другое событие, оно немножко разное. Как это? Сейчас разделите, я пока что не знаю, поэтому actions, да? Actions? Нет. Я как раз хочу сказать про actions, что квалификация – это не action, это событие тоже. Потом идут делегаты. Просто в слайде это не влезло. Вот здесь идет вот то, что будет наш massive. То есть, будет куча делегатов, и пока что внизу я делаю actions. Вот actions и events не отличается тем, что events – это то, что происходит, это просто факт, что событие произошло. А actions – это уже оперативная часть, когда… По сути, можно было их назвать как приватные методы для этого контроля. Это ваша логика. То есть, происходит событие, вот в последнее время я пишу так, произошло событие, оно сразу же называет actions. То есть, events в себе не содержит кода вообще никакого. Вы получили нотификацию и отправили ее, скажем так, к какому-то боргеру. То есть, тогда, если вы переходите на чужой контроллер, вы смотрите, ага, у него есть какие-то события, у него есть какие-то properties, six, то есть, все сразу становится гораздо лучше видно. И поэтому используйте прагмин, если кто-то не использует, и более того, думайте, как будет использовать их. То есть, нам это помогает, потому что… Пропуски тоже, да? В смысле? Боя… 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 Что это просто? Пропуски. Тут просто, наверное, слайд, это… Ну да. Из-за качества, там есть не нужна линейка. То есть, это прагмин у нас есть. С… Ты… Да. То есть, я сразу скажу, что вот это вообще все, на самом деле, плохо. То есть, оно у нас сейчас так в приложении, и лучше. Я пока что не знаю, как сделать. То есть, вот, как я сейчас понимаю, ну вот, скажем так, идеальный какой-то класс вообще, вот класс, который что-то делает, это когда у него есть один публичный метод, один приватный метод, не больше. Ну, то есть, я сейчас специально утрирую, когда возникает тут очень много здесь императивных щенок, императивщины. safety, settings, perform, какой-нибудь remote, fetch, data, and collect, там, дикшин, или, в общем, пошло, поехало. И вот это, повторяя, 20 методов. Это значит, что уже пора что-то абстрагировать. То есть, ну, пора что, начать раскрывать этот EYV-контроллер на какие-то части. На Хавре есть такая статья, ее все знают, наверное, в 2016 года жизни не существует EYV-контроллер. И там говорится, что... Говорит, что я всегда думал, что все знают EYV-цикл, но потом провел несколько сотен беседок и понял, что вообще никто не знает, что это такое. Честно говоря, до конца я вообще не знаю, как он работает. в этом смысле, как работает EYV-контроллер. Но точно я знаю, что вот у него есть VueD-Lot и есть VueD-Lot. Так вот, так получается, что почему-то никто не знает, что VueD-Lot — это штука, которая срабатывает просто тогда, когда контроллер грузится в память. То есть вы еще не начали его показывать. То есть вы просто сделали, если вы делаете storyboard, VueD-Lot — выберите статчей, VueController — VueD-Identify. В момент, когда VueD-Lot сработает, вы им абсолютно не управляете. Вот те, кто пишут логику в VueD-Lot, они... То есть о чем идет речь? У нас есть контроллер, мы на нем находимся. Мы собираемся перейти на какой-то другой контролллер. Мы делаем perform.sig.se identify, и в prepare-for-sig готовим контент, ну, скажем, какие-то данные для следующего контроллера. Так вот, если кто-то, скажем так, начинает делать логику во VueDitLot, а в PrepareForSeq инжектирует данные, которые потом во VueDitLot используются, то VueDitLot может сработать раньше, чем данные из инжекшена. То есть в VueDitLot, там не должно быть, скажем так, вашей логики и не должно быть предположений относительно момента, когда это вызывается. То есть вот, я немножко забежал вперед, то есть откатываясь назад, мы стараемся не вообще избегать логики нашей логики в всех методах лайк-циклах. То есть в VueDitLot не должно быть ничего, что делаете вы. Там должно быть только настроить, подкрутить вьюшечку из Storyboard'а, например. Допустим, в VueDitLot растянуть какую-нибудь плашку, которая начала лезть. То есть это какие-то чисто явальные вещи. В VueDitLot вообще логики быть не должно. Вот. Если она там есть, значит это плохо. Вот. Это вот то, куда я забежал. То есть не полагаться на VueDitLot. Дизмача способствует Storyboard, это значит, что мы стараемся все стили, вот покуда возможно, выносить в Storyboard. Только если вот у вас возникает 8, и там возникла какая-то штука, которую через Storyboard нельзя сделать. Только тогда мы ее начинаем внедрять в код. То есть стараемся избежать того, чтобы в контроллер была логика EWire. Мы стараемся ее убрать в Storyboard. То есть сделать Storyboard помойкой EWire, а чтобы контроллеры максимально раскруслить. По поводу E3Point. То есть возвращаясь к вот этой проблеме с VueDitLot и VueDitLot и VueDitLot, вот промежуток между VueDitLot и VueDitLot это то место, где вам нужно согнать в контроллер данные, когда вы его переводите. То есть вот у Dependency Injection действительно есть три вида. Есть Initializer Injection, есть... То есть сейчас скажу это кратко. Чаще всего iOS-разработчики начинают делать так. Вот у них есть экран, и у них есть на нем данные. У них есть второй экран, и им нужно с первого экрана передать данные во второй. Они делают это в prepare-for-seq, потому что я вам сказал так делают. И здесь, к сожалению, не поборешься. Но важно другое. Они во втором контроллере делают публичные property, вот так вот подряд. Бирлян, потому что штучек пять property. И в prepare-for-seq первого контроллера начинают второму все эти property вот так вот вставлять. То есть это будет называться, скажем, по сути это property-injection. То есть когда мы через property внедряем зависимость во второй контроллере. Я пришел к тому, что вот так как... Сейчас я вернусь на несколько слайдов, потому что я не подготовил. Вот так как prepare-seq возникает примерно вот в этой точке, то есть чаще всего, скажем так, после бюджет-блот и но-то после бюджет-бюджет, то есть prepare-for-seq срабатывает до того, как мы показываем второй данный. Нам нужно загнать в который данные. Я добавляю метод вот такой, который делает метод injection. То есть в prepare-for-seq вот эта штука, она внедряет зависимость. Это пример контроллера, который работает с командой. Вот у нас там очень много экранов, связанных с командой, с членами команды, с настройками команд, с общениями между игроками команды. Короче, дофига команд. И вот когда я решал проблему с тем, что как мне в одном методе прокинуть сразу пять property, ну то есть как по-другому сделать необходимость того, что мне нужно прокинуть пять property в контроллер, я начал заборачивать в контекст. То есть теперь прокидывается, например, не команда или там какой-нибудь типа, а есть некий класс, который, собственно, дает контекст для всех экранов. Там есть команда, там есть информация, там всякая информация, скажем так, дополнительная. Там есть несколько объектов, но через контроллер прокидывается только один объект. То есть вот эта штука вызывается в prepare-for-seq контроллера, который этот контроллер вызовет. То есть есть только одна строчка, вот теперь я тоже немного забегу вперед, что если мы посмотрим h файл этого контроллера, заголовок, то там будет абсолютно густой, густой заголовок только с этим методом. То есть здесь, ну как, это один из таких косвенных примеров, такой-то c-injection, что наш контроллер наружу своим другим контроллерам, которые с ним могут быть свет, смотрим только одним методом. Это очень важно, что файл h вот этого контроллера, он густой. В нем есть только конфигуры, но нет property. Те property, с которыми, предположим, потом будет дальше этот тип контекст работать, они все приватные, они в m файле, они находятся в h файле. То есть слайда, к сожалению, нет, но суть в том, что по заголовкам этого контроллера, я сразу по h файлу, по заголовкам, я смогу понять, как с ним работать снаружи. И вот снаружи с ним работать просто. Вместе всего один метод, дай мне контекст. И это вот в термине prepend c-injection, это метод injection. Ну вот это и, собственно, entry point, это и есть точка входа в контроллер, потому что с prepare for sif, по сути, начинается жизненный цикл нашего следующего контроллера, который вперед. Поэтому точкой входа служит всего один метод. И это очень удобно читаемо во всех этапах. Это добро. Теперь я перехожу к h файлу. В связи с предыдущим, у нас это для кого-то новость. Потому что я это где-то делаю последние полтора года, но я заметил, что есть люди, которые это не понимают. И, возможно, это связано с тем, как Apple пишет свои туториалы. Если вы из storyboard делаете outlet в контроллер, то вам нужно его делать не в h файл, а в n файл. Потому что если вы делаете его в ваш файл, в этом h файле с ним некому работать, потому что это внутренняя пухня. Контроллер сам с собой работает. Его, став снаружи, вашу кнопку никто не будет вызывать. Если это происходит, окей, вы носите ваш файл, но это один из ста случаев. То есть, если у вас есть вот эти вот IB outlet, save button, с пресс декорацией, в вашей файле это плохо. С ней некому работать, кроме вашего контроллера. Пусть она будет в хайл. То же самое будет касаться IB actions. То есть и outlet и события это внутренние внутри контроллера. Ваш файл их не должно быть. Так как у нас есть точка входа один метод, у вас все property становятся приватными. На предыдущем слайде было написано, что в последнее время, скажем так, я предпочитаю вообще property injection не использовать контроллеры. Все идет через метод injection. Есть метод configura, он становится таким малоценным представителем лайф-цикла. Он вызывается между VibetLot и VibetLot. И мы через него, по сути, внедряем один раз зависимость. Если мы в него внедрим другие зависимости, он будет к этому работать. То есть, поэтому property снаружи нам не надо. Потому что с ними, опять же, никто не будет работать, кроме самого контроллера в своем файле. Про forward-декларации. То есть, наверное, тоже. Оказалось, что про это никто не знает. Я не знаю, почему. То есть, я не успел подготовить слайд. Допустим, у вас есть класс... Сейчас. Два класса каких-нибудь. Когда один на другого зависит? Делегат. Нет, здесь не делегат, просто два класса. Ну, я не знаю, блин. Просто два класса. Узер и фон. Узер и фон. Класс юзер и класс фон. Forward declarations означает, что без forward declarations, если у нас есть класс юзер, у которого есть телефон, у него есть property фон. И фон это класс фон. И фон это класс фон. То как это будет выглядеть? Мы напишем интерфейс декорацию у класса фон. То есть, у нас есть фон, она лежит в файле фон точка речи. И есть операция юзера, у которого в property есть фон и он в себе содержит импорт файла фон точка речи. Это вот обычный, скажем, способ. А в чем здесь проблема? Проблема в том, что если у вас есть огромный проект, и если у вас есть много вот такого рода зависимости, которые прокидываются через скейч файл, то вот в этой статье, это мой очень хороший такой заочный друг по iOS, он любит вот именно статьи писать. Он там очень хорошо приводит на примере семейка, ну то есть в командной статье показывает, что происходит при компиляции. Если вы измените файл form.h, это будет означать, что все заголовки, все файлы, которые от него зависят, которые его инклюдят в форум, в себя через импорты, они должны быть перекопилированы. То есть в случае с форвард-декларациями у вас в ваш файл юзера не будет аж импорта аж файлов телефона. Там будет просто форвард-декларация, что эта штука когда-то потом будет использовать фон. То есть вы не импортите, вы не импортите фон h-file, вместо этого импорт пойдет вверх, и вот эта штука приводит к тому, что он не происходит избыточная перекомпиляция. И если вы посмотрите исходный код Apple, всего того, что работает на уровне NSOJ, вы увидите, что они постоянно этим пользуются. У них в ваш файле их зависимости не импортится, они их декларируют вперед. То есть класс и протокол. Это, кстати, класс и протокол. Это стандартная техника в C++. Там это направо и надежно. Если получается инклилить, во-первых, будут циклические зависимости, во-вторых, он будет ругаться на то, что у тебя класс по 10 раз объявленный. Если там все неправильно настроено. А можно? Ну, ни того, ни другого это не является проблемой в Objective-C, но в целом да. То есть корни-то у языков из одного этажа растут. Да. И еще особенно важно, что это некое, как сказать, это тоже, если стать параноикой относительно того, что должно быть в h-file. Это гораздо более чистая логическая декларация. То есть на уровне h-file наш юзер не работает с form. Он работает с ним внутри, в своем n. Поэтому реальный импорт нам понадобится в свой n-file. Поэтому, если вы не используете use-form declarations, начните использовать form. Браво. Опять, вот слайда у меня нет, и я уже про это сказал, что идеальный заголовок EWI-V контроллера пустой. Просто interface, my-controller, ns-object, and. Вот это идеальный заголовок EWI-V. Значит, что мы по нему сразу видим, что с ним снаружи, у него нет наружу публичных методов. Они все внутри. Или мы просто делаем точку входа. Мы просто делаем один метод, один метод, который мы теряем зависимости, с которыми он уже потом не пройдет. То есть, вот это по поводу n-file. Так, по поводу... Теперь, как бы, мы переходим к антипаттернам, и там будет, как бы, в m-file больше антипаттернам, поэтому... Значит, я хочу перечислить несколько таких каких-то понятий, которыми я постоянно пользуюсь. Вот, у меня много проблем в образовании, поэтому, я не знаю, я до сих пор не читал Дяди Коба там, не читал... Ну, я могу сейчас кучу имя назвать, которых я не читал, которые как раз занимались тем, что они очень круто формализовали вещи, которые потом помогают промышленно думать про организацию входа. Так как я это не читал, то у меня есть просто свои понятия, и поэтому я сразу говорю, вы можете их вообще выкинуть после доклада. Важно вот это, чтобы этот осадок остался. Ну, о чем, как бы, вот... То есть, я сейчас перечислю, по-моему, штук шесть такого рода понятий, у них нет соответствия в литературе. Но потом я покажу код, который из-за того, что я не успел сегодня подготовить слайды, я взял из того, что я сегодня прямо делал. То есть, это сегодняшний код ужасный, вот, и там я постараюсь все шесть, как бы, показать этот пример. То есть, первый из них — это гражданские, ну, ситизм наши. Вот. Вот. Мы сейчас уже перенестились в M файл, в контроле, в, собственно, весь workflow. Когда я вижу, вот, предположим, мне кто-то дал там чужой руковод, я пошел, смотрю там, в середине вижу там IF Networking Client. То есть, вот, так это все было хорошо, и тут внезапно, вот, возникает, где-то там в середине в ходе, то есть, обращение к IF Networking Client. Вот, одна из вещей, которая важна вот в Dependency Injection, скажем так, тот взгляд, который в нем всегда содержится, каким бы ни был фрейворд под Dependency Injection, и, вот, скажем так, там очень четко придется, вот, скажем, ну, действительно вопрос зависимости. Вот, если у нас просто где-то в середине файла есть вызов A Networking Client в UI или контроллере. Здесь, вот, очень хороший пример, он, мне кажется, очень удачный. Вот, если каждый день я обедаю в столовой, а потом вот в одном из заведений, там нужно посуду, как? Уносить самому и относить посудомойщицам. То есть, вот, есть комната, где я обедаю, я подел, беру поднос и пошел в другую комнату, где там такая есть бабушка, которая, собственно, через окошко ты ей передаешь поднос. То есть, бабушка возьмет поднос, ты ей говоришь спасибо, она, ну, собственно, делает свой сервис. Вот, ты лежишь. Так вот, увидеть AF Networking в середине класса, это примерно то же самое, как, чтобы для того, чтобы мне отдать бабушке поднос, мне нужно было бы быть ее родственником или хотя бы, там, другом ее родственником. Ну, то есть, вот, типа, вот как-то так. То есть, гражданство, вот, оно связано с таким неким, ну, вот, просто так увидеть объект в середине класса, это, скажем так, ну, очень великий шанс, что этот объект будет в голове оба церковь, без определенного местожительства, он не думал о зависимости, когда он это делал. То есть, ну, вот, на примере в коде это будет похоже. То есть, вот, эти вещи, они на самом деле похожи. То есть, relationship, пожалуй, я ее как-то, я потом, может быть, на ахоте покажу, и я буду снять. То есть, анонимность. Анонимность, это когда происходит вот, вот, что такое анонимный код? Анонимный код, это когда, самый классный пример анонимного кода, это когда, вот, я начинающий разработчик, я делаю своё первое iOS-приложение, я делаю UID-контроллер, который вот сейчас в UID-load запустит этот networking-запрос, пойдёт, возьмёт, например, книгу, там, ну, там, «Война и Юрьев Толстой» и выметит ее в ней от UI-текст. И говорю, что я делаю? Я в UID-load делаю AID-controlling client, send asynchronous requests по такому-то адресу, в компличном хендере я получаю дата, разбираю JSON, и, например, там, это тело от JSON вывожу в UI-текст. Вот весь этот код, он анонимный с точки зрения того, где мы находимся, а мы находимся в UI-view-контроллере. UI-view-контроллер – это штука с жизненным циклом, это штука, которая занимается rendering UI. Мы в него заинжектили совершенно извращённый код, который берёт что-то из сети, который парсит JSON, не дай бог, прямо в контроллере, и весь этот результат выводит UI. То есть анонимность – это когда скапливается код, который уже подлежит абстракции. Он должен быть в отдельном сервисе, он должен быть в… То есть, скажем так, это такая фаза жизни плохого кода. То есть, ну, пока что хватит. По примеру, я надеюсь, что это будет явный против неявный, да? В эксплицитный и эмфицитный. То есть… Вот… Я сейчас так просто вспомнил вот этот Джон Кардмак, который в игре делает компьютерные. Есть такая знаменитая статья, в которой он говорит, что он… Конст нации. То есть, что он составляет всю свою команду в C++, ну, и в C, соответственно, все немутируемые переменные в заголовках писать в const. То есть, у него есть такое прозвище const, нас. То есть, у него кто-то константы не ставит на переменах, которые не будут потом мутироваться. То есть, он за это начинает, скажем так, очень работать. То есть, вот… В последнее время я себя чувствую некоторым таким explicit нас. То есть, я, когда смотрю там чужой код, ты в UI контроллере, все должно быть, скажем так, продекларировано. То есть, когда ты пишешь там некий там новый метод, там, скажем так, посмотри на него чужими глазами, и вот твои декларации должны четко обозначать цель, там, имя класса должно обозначать имя хорошо сущности, а вот эта вот императивная часть, она должна хорошо показывать назначение метода, что он делает. Ну, по сути, вот декларатив и императив, кто знает разницу между декларативным и императивным? Кто не знает? Вот, я не успел подготовить слайды, может быть, на следующем мне получится это объяснить. На самом деле, про это много информации, я буду простыми словами. Декларативное программирование – это когда вы больше, скажем так, строите свой код, чтобы сконцентрироваться на том, не что именно вы делаете, а последовательность шагов, которые там достигают вашей цели, а вы его формулируете, скажем так, и организуете, проектируете таким образом, что он выглядит так, как что надо сделать. Не как сделать, а что сделать. То есть, я не знаю, например, Nsr, есть элемент First Object. First Object – это очень декларативное определение. Вы просто массивы говорите, первый объект. И это очень понятно. Вот ни у кого, вот даже там, то есть разных уровней программистами, всем понятно. Если бы этот объект назывался что-то типа First Object, то есть вот это уже идет в сторону императивности, потому что там возникает вот эта процедурность. То, что мы сейчас как бы кроме того, что мы получили первый объект, мы уже что-то начали делать. Вот сейчас будет много, вот на следующем слайде будет достаточно много императивных примеров, чтобы была бы понятна эта разница. И гравитация. Гравитация – это не мое понятие. Я прочитал недавно, точнее, подписался на одного человека, который, скажем так, профессиональный проектировщик программного из печей. Он написал кучу статьи именно про то, как проектируется про ООП, его зовут Карлом Пес, Пес Кио, как-то так, типа Идальянец. Так вот, гравитейшн – это в его, как бы, вот передней, я со своими словами говорю, вот есть джуниоры, а есть сеньоры. У него, в его, как бы, таком описании, джуниоры от сеньоров отличаются тем, что джуниоры не могут в своем ментальном пространстве, как зовут, они не могут противостоять гравитации. У них код схлопывается в кучу. Вот то, откуда берется спонгетти, и вот по его определению сеньоры, у них очень развиты системные мышления. То есть, как бы, собственно, стратегия проектирования, архитектура. И вот одна из моих цитатов, что, ну, по сути, вот джуниоров – это тот, кто не может resist-grade. То есть, он не может противостоять гравитации. Вот, если он пишет код, который затрагивает UI, сеть, parsing JSON-а, создание кордот-объектов, их какая-то компоновка, там, следующая будет, это UI, изменение UI на основе этих данных, там, ширина какой-нибудь фьюшки в зависимости от того, сколько будет текста. Вот он это все напишет в линии, императивно. То есть, пошло-пошло, там, будет еще куча код-беков, то есть, это будет обязательно иголочек. Ну, как? Вот это все называется гравитация. И, вот, собственно, адвокаты ООП, адвокаты проектирования, ну, как системное мышление, все сводится к этому, что на самом деле гораздо более поддерживаемым является программное обеспечение, в которой система распределенная. с ней, джунивером, с ней работать сложно, потому что они привыкли, что у них, скажем так, внимание вот это лезть, что попадает у меня сейчас в больницу, то я, как бы, увижу у вас, собственно, как бы, с тем не могу работать, а распределенная система, вот, ну, с ней как-то уже нужно, тренировать там позвоночник, это спинерность. вот это сегодня, типа, имел дело, то есть, это пример очень плохого кода, при этом моего, то есть, так, ну, точнее, я не имею возможности это все переделать, просто вот, потому что, ну, то есть, мы имеем IP action, да, это кнопка нажимается, это пошаговое, пошаговое создание спортивной команды, вот, я специально, то есть, на самом деле, я чуть-чуть подредактировал, чуть-чуть все лучше, но это все равно очень плохо, мы начинаем с чего, у нас есть код, который сработает по нажатию на кнопку, с чего мы начинаем, мы отправляем в аналитику, в, у нас analytics manager работает с Flurry, позади него Flurry стоит, мы отправляем в аналитику, мы говорим, что мы должны закрыть все вьюшки, они все подготовлены, скрывают, на всех полях, если они были открыты, мы начинаем подготавливать объекты, the injection of property, объект, который, содержит себе информацию о клеточках на таблице, в которых информация введена не в рамках, так? потом идет валидации, которые копят, вот эта штука, это на самом деле императивный метод, который лежит в отце этого контроллера, который, вот эту штуку, в нее накапливает ошибку, мы перезагружаем отстранение в южку, потому что на основе накопленных ошибок у нас теперь по-другому могут отрендериться ячейки. Если ошибок больше, чем ноль, мы их показываем, это показывается еще отдельно от таблички, там есть еще один компонент, короче, красить все. Если все пошло хорошо, то мы закрываем и делаем переход на куда-то еще, помимо на втором стане. То есть вот я хочу все шесть, то что я назвал в предыдущем слайде, как-то проиллюстрировать то есть гражданство, по поводу гражданства и по поводу того, что я должен быть родственником бабушки. То есть, конечно, чтобы вот этот шарик менеджер, аналитики, сработал в этом контролере, он должен быть за ним прочим. То есть, у нас где-то за ним причина, вот где-то там похоже происходит события и тут мы внезапно пользуемся аналитиками. То есть, конечно, как минимум, вот если бы делать первый шарик или фактор, это там первый слайдик, то здесь это, скажем так, не то, чтобы бомж, но такое вот нарушение гражданства, потому что это императивный метод. То есть, я даже еще ранее забыл сказать, что плохо в этом коде то, что весь этот императивный код написан вебережь. Вебережь, не должно быть кода вообще, там должен быть интеллект. То есть, мы делаем воркер, мы должны брать вклады в приватный метод. То есть, это понятно, что, ну, что в IP action вообще не должно быть императивного кода. Там должна быть только декларативная строчка, что мы просто вызываем некий там приватный метод, который возьмет и будет работать, но это уже не будет IP action. То есть, IP action его задача просто, что это будет вклад проекта выполнения. По поводу гражданства. То есть, действительно, вот аналитикс-менеджер, как правильно это было организовать? Мы спрашивали у заказчика, мы хотим нашу аналитику организовать правильно. Они сказали, наши тех, тех лиды там, то есть, верхушки именно по тех. Они сказали, нет, делайте вот так. То есть, аналитика, вот, самое вообще, первое, что в голову придет любому нормальному человеку, это, ну, лучше хотя бы мы tokenM, должнаа поставить отсюда нотификацию, которую аналитикс-менеджер в слове. То есть, здесь не будет аналитикс-менеджери и импорта аналитикс-менеджеров и импорта не будет. Мы можем поставить нотификацию что некоторые события случилось, а уже внутри себя Analytics-менеджера, который подписан на эту нотификацию, он отправит аналитику это событие. То есть я показываю, что гражданство, то есть здесь налицо, как сказать, вторжение чужой логики, чужого класса в логику и вайве контроля. То есть логика так делаться не должна. Так как у нас с заказчиками все так делают, то есть видимо у них это тоже мета в Америке, там Сан-Франциско так примет, а у некоторых, то мы сказали в ней. Валидации, конечно, бывают, которые вообще не должны заниматься, по сути, всеми этим валидациям. То есть это будет похоже, собственно, на анонимность и имплисси, потому что мы, если я, так сказать, посторонний человек смотрит на этот код, но это же будет вот за факт. То есть почему в событии, которое отвечает за нажатие кнопки, вообще логика валидации написана императивно? Она должна быть написана императивно в каком-нибудь классике типа валидатора. То есть где-то, но уж точно не обивай в патруле. И вот самое здесь плохое, я потом об этом дальше скажу, что этот же метод, он еще и отвечает за то, чтобы переходить с экрана на экран. То есть вот это нарушение сразу и гражданства, и родства, потому что как бы это же все происходит в одном потоке, то есть это значит, что вот само событие, оно иницирует вот этот переход. То есть если на это смотреть с точки зрения проектирования, кнопка передвигает экран. С точки зрения пользователя это так. И поэтому человек, который это писал, я, я думал именно вот примерно так, что кнопка, да, она действительно передвигает экран, значит это должна быть в одном месте. Но с точки зрения функциональной, скажем так, это вообще совершенно разные вещи. И у меня не хватило времени, чтобы показать, как это переписать, к сожалению. Это еще один пример. Это тоже сегодняшние дела. Это вариация. То есть тут еще хуже. Тут у нас еще есть и синхронный запрос. То есть это уже совсем, ну, вот так вот. То есть опять, мы в InDesign видим все примерно то же самое. Но разница в том, что мы делаем хендер, да, который сработает после того, как мы получим результат вот здесь у синхронного запроса. Вот наличие API Client от UIViewController, то что UIViewController, он теперь, ну, родственник бабушки, да. У нас теперь UIViewController, ну, какой-то такой, робот, родственник чего-то, что связано с сетью. То есть у нас теперь UIViewController знает про сеть. Это очень хорошо. Тут опять у нас есть еще немножко анонимности. То есть мы тут отправляем аналитику. Тут еще есть какой-то notification. То есть это вот очень неприятное месима самого разного кода, который при этом еще находится в save button press. То есть в API Action кода быть декоративного вообще не должно быть. Там должна быть только одна, опять же, декоративная строчка. Сделай что-нибудь. Perform action там какой-нибудь и уйди в приватный метод. Делай его там, а не здесь. То есть вот, возвращаясь к программам и к организации контроллера, Event это просто такие мини-воркеры, которые в ответ на события просто запускают какой-то другой код. Они сами не должны быть делать. То есть теперь мы идем к ферму, да? Что там не должно быть? То есть я говорю, что они должны быть в ваш файл, а теперь что они должны быть в API-файл? У вас в UIViewController не должно быть ни одного вызова сети. У ни одного импорта API-клайента. У вас не должно быть классов, которые вообще сеть трогают. Это вот у кого сеть трогает? Зависит от ситуации, на самом деле. То есть у всех это абстрагировано, да? Ну, зависит от проекта и некоторых это откажется. Хорошо. Вот этого уж там точно не должно быть. Вот я слайд не успел подготовить, но представьте предыдущий IB-экшен, в котором будет так. If is network available, то мы делаем синхронный запрос. С completion handler, то есть это опять гендерлянда. Ну, если от вас показывать, то вот так. А если if not available, то мы начинаем рендерить их. То есть показывать речабилити, чекс. Это задача, конечно, отдельного сервиса, во-первых. И этот сервис должен общаться с UIViewController. Если уж вы так UI скорректировали, что конкретно в этом квадрате контроллере есть логикой. Через нотификации. Ну, хотя бы. То есть вот так. Прямо прямых вызовов из network available, UIViewController, вы не нужны вообще никогда. Если они у вас есть, то это плохо. Это я, ну, просто решил повторить. То есть что, если у вас есть ваша логика именно приложения, приложения, и вы что-то вообще не проделаете. Вот этого избежать не получится. Потому что, как я говорил, вот в UIViewLapier называется конфигура, то есть вот штука, которая начиняет наш контроллер зависимость от данных. И очень часто бывает, что в зависимости от того, чем вы контроллер не начинили, он покажет какие-то другое тайну контроллера или какое-то другое там. То есть изменит размер. То есть в зависимости от тех данных, которые мы передали контроллеру, бывает будет себя вести как-то по-другому. Поэтому избежать этого нельзя. Нужно стараться в этом UIViewLapier делать только тот, но только тот минимум, который необходим для того, чтобы вот на основе тех данных, которые мы в контроллер с предыдущего контроллера передали, проделать вот эту вот логику с его. То есть ее должно быть мало. И всего остального там тоже, опять же, не должно быть. Это тоже. Вот физически просто из того, как у нас сейчас предложение наркисовано. Вот я не могу сейчас это все переписать. Но если бы я начал писать предложение заново, у меня не было бы вообще асинхронных вызовов в UIViewController. то есть мы очень много сделали вот, скажем так, с костей специальных перегуров, именно на тему того, скажем так, как... то есть вообще некое усилие в то, чтобы врубиться в факт, что сам UIViewController это линейная вещь, она занимается только UIView. Если вы нажали кнопку, то у вас тут же какой-то, ну, как бы, even сработал. Сам по себе вот UIViewController, вот этот шаблон, который дает нам Майфлафон, он вообще не асинхронный. У него у самого нет асинхронности. Поэтому, если вы в нему лепите логику AF Networking Clients, логику Location Manager, логику всего чего угодно, которая прямо здесь, в коде этого UIViewController, делает вот эти вот гирлянды из калбеков, которые работают асинхронно, значит вы что-то не так делаете. То есть нужно стараться делать UIViewController полностью линейным. То есть линейным, это значит, что вот, скажем так, без калбеков, если говорить по-простому. Вы просто что-то сделали, допустим, у вас из калбеков это не зашло. Ну, куда-то вышло там. А потом, скажем так, оно не должно приходить сюда в калбек, а должно вызваться где-то в другом месте. Вообще, вот эта вот штука, это тоже сейчас, когда в объект МФС появились блоки, все стали счастливы, потому что, ну, блоки это же удобно. Вы вот здесь сейчас в коде создаете метод, который имеет completion handler, и этот completion handler всегда захватывает весь скоб того, ну, откуда в этот метод вызывали. Вот с точки зрения проектирования, это одно из самых больших вообще, больших слов. То есть это провоцирует разработчиков на то, чтобы писать анонимный код. Вы создаете бьюдит лод, берем лева толстого, получаем лева толстого в калбеке, то есть это уже вот туда пошла веточка, и это лева толстого начинаем разбирать. Вот этот разрыв между линейным кодом, который вызывает, и который потом срабатывает в completion handler, и нарушает читаемость вашего метода. Я надеюсь, что это понятно. То есть мы именно очень много, скажем так, специально думали, что если у вас есть асинхронность во вью-контроллере, в калбеке, то это признак того, что вы или вообще не проектируете, или проектируете плохо. То есть вью-контроллер это линейная машина. Вот. Я очень надеюсь, что... Так, антибатерный пол. Антибатерный... Сейчас я попробую по-быстрому все пробежать. Значит, что такое левл больше 1? Вот. Это тоже моя какая-то кухня. То есть это я формального определения не встречал. Если у вас есть класс, у кого есть публичные методы, то это левл 0, условно. Левл 1 — это когда есть приватные методы, которые его публично вызывают. Левл 2 — это когда приватные методы вызывают многие этого же класса, сами себе, ну, приватные методы еще какие-либо. То есть вот эта степень вложенности и приватности. Так вот, антибатерный — это то, что если у вас есть приватные методы, которые эту публику вызывают. Вот. Это уже признак того, что можно начинать проектировать. Понятно, что тут есть свои какие-то, ну, как, процедуры. То есть иногда это нормально, но в целом это снова. Это был некий признак. То есть если у вас внизу, вот, скажем так, ну, внизу это у меня с фрагами, начали копиться приватные методы, особенно императивные, у которых название perform, fetch and transform, там, collection, или там какой-нибудь другой collection, который вызывает еще какой-нибудь приватный метод, у которого еще были такие названия, то это очень плохо. Синглтоны — это зло. Обычно говорят, что синглтоны — это зло из-за анонимности и из-за того, что невозможно работать с ними как зависимости. То есть, если, например, у нас наш класс, там, например, UiViewController работает с AFNetworkingClient, то мы и этот AFNetworkingClient влеплен в центр класса, он не сделан через зависимость, то нам его будет очень сложно тестировать. За это не любят то, как используются синглтоны прямо в середине, скажем так, кода. То есть, их не любят за анонимность. То есть, вот, вполне уместно использовать те, которые клиенты, какой он финишайл. У нас юзер-дефонус имеет свой, как бы, не то, что синглтон, но вот стандарт юзер-дефонус. Это все вполне уместные вещи, и просто надо стараться проектировать так, чтобы их вызовы не были анонимными. То есть, чтобы, скажем так, у нас не в середине кода где-то стоял вызов, например, кэнас юзер-дефонс. То есть, мы думаем, можно так просто, для теста спросить. То есть, у вас не надо прямые вызовы аэнас юзер-дефонс. У вас есть в ходе прямые вызовы аэнас юзер-дефонс? Я попробую тогда пример привести. Вот. И здесь есть разница между декларативным и императивным. ns-user-дефонс – это штука, которая говорит императивно, что вы хотите, например, данные сохранить. А если вы сделаете класс, например, session. Session – это конкретно данные сессии. Это те, которые живут со временем, когда пользователь залогинился и когда он разогнился. То есть, вот. Или, например, временные данные. То есть, ваши данные. Это можно по-разному называть. То есть, есть session data. Это та, которая живет с сессией в этом. Вот залогинился пользователя. В общем, вы делаете класс, в котором ns-user-дефонс оперативно находится в приватных методах. Но ваши методы, когда вы с ними работаете, ну, вот, как в приложении, вы делаете декларативно-публичный метод. Например, если вы хотите сохранить там… Что вы сохраняете в S-user-дефонс? Ну, она не дата первого запуска приложения. Да. Дата первого запуска приложения. Это должен быть класс, у которого в публичный, в публичный центр, ну, то есть, в публичной пропертии. Это дата запуска приложения. А она у себя, приватный этот класс. Эту штуку выносишь на дефонс-дефонс. То есть, вы оборачиваете. ns-user-дефонс – это низкий императивный уровень. Apple вам дает чисто средства, чтобы это сделать. Но вы должны заботиться о проектировании того. То есть, эта сущность не должна быть вот такая анонимность, мы вспоминаем. Вы же работаете не с ns-user-дефонс, вы работаете, например, с данными сессии или с данными временными данными ваших приложений. Так, назовите класс это так. То есть, у него должно быть гражданство, не должно быть анонимности. Это должен быть конкретно… Как? Мы человек с документами. Потому что прямой вызов ns-user-дефонс – это импередущая. Это плохо. То есть, вот так плохо. Ну, вот так плохо. Это то же самое, что и символтун. Это то же самое, что анонимность и все такое. То есть, внутри UI и UI-катруллеров не пользуетесь кроме как в создании идеолокации прямыми доступом на кайвары. Мы уже ушли из века, когда был C, и нам нужно было там френдоглазно, там скорость и прочее. Всякие такие штуки. То есть, все делается через self-точка, а не через нижнее подчеркивание названия Ibar. Они создаются только в начале и в конце. Это то же самое, что… То есть, здесь аналогия с h-файлами и m-файлами. Если вы работаете через property, то, например, если этот класс не наследовался, то вы не сможете с Ibar работать. То есть, вы работаете всегда через интерфейс, который вам дают property. То есть, для этого они не были сделаны. Силанг для этого это сделал, короче. Не пользуйтесь Ibar и другие классы. Особенно вивали контроллер. Это… То есть, да, вот… Очень плохо, когда делаются наследования. Я делаю это в одном приложении, я делаю это в втором приложении, и потом испытываю боли, когда наключались изменения. Вот, frails еще куда, там, например, не шло, там можно контроллер-наследователь, там можно так логику организовать, что при наследовании вы не начнете с ней бороться. Хотя, вот, там, есть много примеров. В Apple вот еще сложнее сделать какой-то. То есть, не нужно делать parent UIV контроллер, который будет отцом для всех-всех-всех-всех-всех ваших контроллеров. Особенно, если вы не начиняете его в куче метров. Если вы хотите что-то расшарить между контроллерами, используйте, если это касается системы, системного поведения, используйте категории самого UIV контроллера. Если это касается какой-то функциональности, нужно делать декоратор на UI, например. То есть, это нужно рассваивать и делать гражданством, потому что так у вас много анонимностей. Вы делаете одного папу, который должен всем быть папой, скажем так. Это очень сложно сделать на территории с Apple. По поводу factory method, вот там был пример, когда я говорил, что какая-нибудь там клеточка, она создается в приватном методе, в factory method, который порождают клетки. Вот у нас в приложении долгое время шуток и контроллер. Кстати, все еще что-то. Папа-контроллер умеет создавать клеточки для своих детей по требованию. То есть, у него есть factory method, которые порождают клеточки. Мы очень много имели с этим проблем. То есть, не надо так делать. То есть, не надо вообще делать, короче, как у вас. Реководители. Старайтесь не наследовать UI-вик-контроллер. Если вам нужно расшарить, потому что по программе логику, проектируйте тут его. Ну, ту-левую лон-хеританс, это я имею в виду, что если у вас есть папа-контроллер, потом есть еще один папа-контроллер. Потом еще есть много маленьких детей. У вас точно будет много проблем. Особенно, если у вас заказчик, ну вот, меняется UI и меняется F. Все меняется. Это тоже. Я уверен в том, что большинство из вас так делает. Так не надо делать. У нас в приложении, вот я когда на него пришел, вот такой класс. HF-Ultils. Я, кстати, не знаю на все больше, что такое HF-Ultils. И в нем были все утилиты, которые только в приложении используются. Хелперы для дат, преобразователи, таймзон дат. Штуки, которые, ну, в общем-то, было очень много-много-много всего. Как надо делать? Коротко. То есть, если у вас есть утилы, которые относятся к конкурсистентному поведению. Например, вы как-то их расширяете на SARA или на Dictionary. Сделайте его в категории. Если у вас есть... Вот у нас в HF-Ultils еще была информация, например, о IT-шних девайсах. Дайте ему гражданство, дайте ему документы. Назовите класс MyAppDeviceInFormation, и он будет вам отдавать эту информацию. То есть, вот, плохо подгадать тем, что когда у вас есть один класс, которые по всему приложению, которые используются утилиты в одном месте, вы их всех решаете гражданство. И при поддержке это тоже становится. Но как? Затем сложно работать, потому что вот тот слайд, который на IT-орвне показывал, что у вас там будет куча методов, они все непонятно, что делают. Это не то, что происходит с такими классами. То есть, не должно быть анонимных классов. Не должно быть классов, которые просто коллектор для самой разной фигни. Это как вот в Rails шуте, что когда не знаешь, куда класс делать, называй его Hell. Ну, то есть, известная такая шутка, так делать не надо. То есть, гражданство нужно всем explicit, как я говорил, явность. А, ну вот, я это все уже проговорил. Второй класс, тут у нас есть HF Утинас, а еще есть класс, он как-то похоже называется. И в нем есть, например, NSR и расширяется методом, который очень сильно связан на логику нашего приложения. То есть, вот категории третьих целей не используются. И Apple никогда не использовала третьих целей. Если вы посмотрите исходный код Apple, вы увидите, что сам Apple, он расширяет только сам Objective-C. То есть, у них нет бизнес-логики. И вы должны точно так же. Если у вас есть там, вот когда-то, например, FirstTorch не было, пару версий назад, я его себе сам сделал. Это нормальный пример. Потому что вы расширяете системное поведение у себя по классу. Но если вы сюда начинаете лепить штурм, которая завязана, она расширяет по NSR и вашей отрикой, это плохо. Нужно делать отдельный класс с гражданством и вот. А нарезана не есть. Про блоки я уже упомянул. То есть, что если вы, как бы, у вас в UI и ViewController есть вот эти вот гирлянды из асинхронных вызовов и фортбэков, это плохо. Это очень сложно поддерживать. Это может быть, работает для вас. Но если кто-то на него придет на такой код, его будет очень сложно читать, поддерживать, изменять. И вот то, что я говорил, что в руках джунивера блоки – это страшное оружие. Потому что блоки позволяют сделать все очень быстро, но поддерживать это становится невозможно. Блоки, я говорю, в кавычках джуниора, понятно, что они настолько легким делают вход в синхронность, в то, что мы сейчас типа что-то делали, а потом в калбеке что-то вызвали. То, собственно, они так и начинают писать. У них есть один метод, скажем так, какой-то там. И мы прямо в нем пишем, в калбеке вот, ну понятно, вот такая оперативная цепочка из синхронных вызовов. Если бы в блогах не было, он был бы лучше. Вот в этом смысле. Это очень хорошая статья на тему того, как вообще люди думают эту кровь. Просто интересно, кто-нибудь знает эти статьи? Потому что это одни из самых важных статей за это лето. Но они еще очень яркие. Ну вот это понятно. То есть вот эти две, они на них сами. То есть это такая хрестоматия с поводу того, о чем я сейчас говорю. Я просто вот к чему? Потому что вот эта штука, она в общем-то, то, о чем я сейчас говорю, этот человек, он еще более экстремально на эти вещи смотрит. Я просто решил его процитировать, чтобы было вот видно, что, во-первых, мы с ним очень похожи по утверждениям, и, во-вторых, он еще жестче это загибает с аспер, ну, символ-респонсибирити принцип, примененный гибридный контроллер. Английский мы все хорошо знают. Я могу прокомментировать. То есть, плохо читать? А? Плохо читать. Вот он не только говорит их не использовать ваш файл, он говорит их вообще не использовать в UI-в-контроллерах. Он для этого предлагает делать... Вот то, что ты говорил про тайфун и про сториборды, видимо, там используется похожая штука, что в сторибордах у UI-в-контроллера вы же можете брать простые рассуджеты и вставлять их в сториборды. И они себе спокойно инициализируются средствами самого сториборда. Так вот, этот человек просто все события выносит в отдельные объекты, которые шлют контроллеру датификации, на которые он подписан. То есть, этот человек идет еще более... Ну, он еще более радикально. Он говорит, IB-action вообще не должно быть контроллера. Они должны быть в отдельных объектах, которые статисируются с UI-бордом, которые шлют датификации. Ну, здесь мы с ним согласны. H-файл должен быть полностью пустым. Потому что, скорее всего, вот здесь сработали, просто не знаком с тем, он о чем-то рассказал, потому что зависимости они же будут не через H-карты внедряться. Они будут внедряться через приватный аутлет? Они будут внедряться через H-карты. Тогда, значит, надо смотреть. Потому что там только сервисы, по большому счету. То есть, передавать сами аутлет между контроллами не получится. Я попробую. Ну, я покажу просто, надо доказать. То есть, это мне очень интересно, потому что оно при этом заслужено очень сильно. То есть, вот это утверждение, оно говорит о том, что, если у вас есть табличка, у которой есть два делегата. Один — это Data Source, который берет данные, а второй — это, который содержит Table for Delegate. Вот этого всего не должны быть реализованы в ViewController, как говорит автор той статьи. Опять же, это решается через StoryOrder, в его исполнении. То есть, мы состоим объекты, которые будут служить источником данных для таблички. И через аутлет, они тянутся на таблицу. Я не нашел это удобно пока что. То есть, я не начинаю все, скажем так, переписывать. Ну и здесь еще, что контроллер может работать только с своих методов. И просто отвечать на изменения, которые ему вот эти все объектики, которые отдельно от него созданы в StoryOrder, они шлют монтификации, и он у них просто подписан. Больше он ничего иперативного не делает, он не содержит логики. Ну и, собственно, вот этот экстремист от SRP говорит, что если вы так будете делать, то вы тогда в натуре будете делать SRP. Потому что если вы так не делаете, то это значит, что у вас все какое-то такое одно. Нелюбонимец. Еще вещь, которая, не знаю, я могу на самом деле использовать. То есть, информация, как у пятерни, она. То есть, чест-контроллер, что это значит? Почему-то тоже я встречал такое, что так как в Apple контроллеров просто в чистом виде, ну, нет в массовом использовании, они так немножко сбоку лежат, на обочине, то iOS-возработчики смыслят только EWI. Поэтому у них, как получается, что-то, как это можно представить в голове, нет вообще просто контроллеров, старых только контроллеров, которые не EWI контроллеры. Вот примеры. Это вот, у меня есть контроллер библиотеки, это можно не смотреть. То есть, NSP исчезал с контроллера, все знают. Да? Все знают? Кто не знает, NSP исчезал с контроллера? Какая-то реакция, просто нет, что-то, знаете. Окей. Есть NSP контроллер, может, встречали. То есть, у Apple есть несколько контроллеров, которые не EWI контроллеры. То есть, что такое вообще контроллер, как я сейчас думаю, может, после доклада я это не думаю, но есть модели и есть контроллеры. Контроллеры — это такая штуковина, в которой модели могут ортогонально, ортогонально для другой модели, ортогонально — это значит, ну, какие-то перпендикулярные, да? Могут друг с другом пересечься. Например, вот есть EWI контроллер. Он работает с табличкой. И в каком смысле? Что делегаты таблички находятся в контроллере. Там же находятся делегаты каких-то других там UI-объектов. И вот вся эта логика, она встречается, это как некоторое поле пересечения, это как главная площадь. То есть, контроллер — это главная площадь для самой разной логики. Вот они туда выходят и могут с собой как-то пообщаться. Контроллер их им обеспечивает состояние, чтобы одно состояние можно было передать. Вот у нас в приложении session, как я говорил, это данные там позади, на user-defaults, они работают на время жизни пользователя. То есть, словинился и вышел вот этот промежуток крема. Контроллер с этими данными работает, кроме того, что он начинает сессию, пишет, например, токен в сессию. Не токен, пардон. Я не помню. Не помню. Ну, короче, что он пишет, когда польза требуется. Session контроллер еще делает несколько дополнительных вещей. Отшлет всякие модификации. То есть, вот это данные, а это поведение. Вот чем отличается контроллер от моделей? Модель — это данные, а контроллер — это вот штука, которая нам нам помекает, что это какая-то более императивная вещь. Опять же, просто какие-то действия. Вот. И я хочу просто привести пример вот про дата-контроллера. Некая такая, ну, демонстрация того, о чем я говорил, вот что, как убрать сеть из UI-контроллера полностью. Вот. Эта штука очень для нас сейчас хорошо работает на контроллерах, на которых есть только чтение из сети. То есть, ритонные. Мы вот создаем такую штуку — дата-контроллер. У нее есть делегат, только один метод, который… То есть, он единственное, что делает, это делегация… То есть, этот класс через делегат уведомляет делегат о том, что он обновился. И еще его можно просто обновить. Main. Вот. Мы его можем создать, этот публичный интерфейс, и сказать ему обновить. Есть еще… Вот. Эносвирал кэш-полисис. Знакомо это штука? Как работает кэш в Эносвирал? Ну, это не важно. Важно, что вот эти… У нас есть экран, и нам нужно получить список команд. Когда мы заходим первый раз на список команд, вот эта штука у нас принимает решение. Мы можем дать данные с кэша или не можем. Если кэш-пост, мы идем в сеть. Потом мы сошли на этот экран, и, предположим, с этого экрана мы еще куда-то сходили, а потом вернулись. Так как мы возвращаемся на уже существующий контроллер, то там будет работать вьюэлогия. То есть, он уже готов. Он будет говорить локавелл из ремонта. То есть, мы пытаемся взять кэш, если нет, то берем сеть. А вот эта штука… То есть, это разные способы взять данные. Мы берем сначала сеть, а потом кэш, или кэш, а потом сеть, если нет. Вот разные настройки политик, они вот здесь учтены. Это значит, мы берем только кэш. То есть, вообще в сеть не ходим. Как это работает? У вас есть UI видно-кроллер, в который у нас это список команд. Мы берем, что он делегат этого дата-кроллера. Да, это понятно. И здесь мы вынете его создадим. Вот этот самый Teams дата-кроллер для команд, для данных команд. На Google Adlier мы просто его дергаем. Сходи сначала в сеть, или в смысле, наоборот, кэш, а потом в сеть. А вот, когда делается колесико на крайне, колесико, мы точно так же дергаем его на свои данные. Мы идем сначала ремонт, потом в сеть, потом кэш. Эта штука может работать, если сети, например, нет. Замечается, что она все равно знает, как про сеть. А? По крайней мере, в этом выберется она знает, как про сеть. Оно знает про сеть. Но суть в том, что теперь у тебя, вот эта твоя императивность, она заложена вот с точки зрения UI контроллера только в этих двух строчках. Если бы это был здесь императивный код с кучей callback, то вот эта штука нам сюда три раза навлезла в этот экран. Но я сейчас вытерюю данные. И вот контроллер, он здесь говорит, что он с таким-то статусом обновился. Если все пошло в день, то наш контроллер где-то в состоянии у себя удерживает полученные данные, и уже табличка этой штуки платилась. Я не говорю, что это очень круто. Это очень важно, что это некоторая промежуточная переходная стадия, которая очень сильно помогла этой факторить огромное количество контроллеров. То есть, возможно, то, что ты говоришь про тайфун, возможно, они это делают лучше, чтобы вообще выносить зависимости. Но когда я являюсь родственником, то есть, скажем, будущим юайдиконтроллером, я являюсь родственником не сети, а данных, это гораздо более четкое родство. Я не имею в виду, то есть я, как это назвать, между мной и сетью, между контроллером и сетью, находится еще данный, слой данных. И вот связка происходит такая, что юайдиконтроллер, данные, а потом сеть. Поэтому с сетью не связана, это очень важно. Датаконтроллер может вообще отдавать данные, не знаю, почитать из джейсона. У нас пропало вот это вот сразу гражданство. Мы убрали анонимность. То есть у нас здесь сейчас действительно есть зависимость, но это зависимость на гораздо более таком близком слое, чем сеть. Это понятно? Просто код, что я показываю? У такого контроллера, вот там сверху, импортов, а их networking client вообще нет и не будет никогда. Более того, тут не выйдет еще импортера, дата, менеджера, фэтч реквестов. Кстати, я забыл еще о том, что у кого есть фэтч реквесты, мы не используем. Ну понятно, ну хорошо. Скажем так, сурового фэтчинга и преобразования данных у вас нет? Вот, и здесь есть, сейчас будет слайд, который у меня Косе сказал убрать в карточках, но я его не убрал. Это как раз цитата из того чувака про проектирование. Я потом, если спросите, покажу ссылку, это просто блин, лучшее, что я прочитал про проектирование за последние, не знаю, пару, за лето, скажем. За лето есть два месяца. То есть, он начинает с того, что берет задачу про насос. То есть, это промышленная задача, там, скажем так, есть вода, есть два датчика, которые определяют, что вот когда уровень воды поднялся, там, нужно воду откачать. Потом, когда она опускается, там, мы выкачать перестаем. Есть еще два датчика, которые, что-то там, температура, плюс какой-то датчик чего-то там безопасности. Короче, промышленная фиговина, которая состоит где-то из десяти-пятнадцати компонентов. И он начинает с того, что показывает монолитный контроллер, в котором вся логика работы этой штуки написана одним оперативным методом. То есть, есть просто один большой метод, который сразу работает со всей этой штукой. И там идет длинный такой мучительный рефактор этой всей вещи. И в конце появляется очень сильно распределенная схема. То есть, вот там возникает под каждую сущность класс, возникают какие-то вот взаимодействия между классами. И в итоге, тот изначальный контроллер, в котором был один огромный вот такой вот метод, он по сути распадается на такой космос объектов. Вот. И в конце, после всего этого, он просто пишет заключение про то, что он проделал. И вот здесь сейчас будет несколько цитат, когда вот он сравнивает просто то, что было и то, что стало. То есть, здесь он говорит, что структура стала более сложной. То есть, когда вот там, ну, был бы монолитный контроллер, один контроллер, там структуры вообще нет. Если у вас все напихано в одном методе, вот этот ваш, ну, скажем, насос, вы его там берете и программируете, то в одном методе все видно, но, короче, структуры нет. А у него в результате получился новый класс малозависимости. И важно, что, если мы, скажем, там, каждый из этих классов маленький и тестированный. Я не знаю, ну, у всех есть знания в ИСК, чтобы это прочитать, потому что, по-моему, здесь, ну, все понятно. Здесь как раз была статата про джуньора. Централизованный контроллер проще для джуньора. Это другой способ сказать, что хуже улучшить. Начинающие обычно лучше в понимании логики, чем в структурах и в взаимодействии между расстабеленными методами. Мне очень нравится эта цитата. Но в целом это очень нетривиальный выбор насчет того, какое спрограммное обеспечение вы пишите для начинающих передельских. То есть, джуниоры, джуниор с системным мышлением, конечно, в силу отсутствия опыта все сложнее. Процесс больше не видим. Если у вас контроллер теперь распался на очень много разных объектов, которые как-то между собой взаимодействуют, опять же вспоминаю джуниоров, его вот так вот сразу в него въехать невозможно, потому что у вас здесь много маленьких классов, которые между собой как-то взаимодействуют. здесь я вам на это внимание обратил, что для тех, кто объектно-ориентированное программирование толком не понимает, «don't get all». «Shape is harder to understand. For those who do it, provides a number of non-functional competitors». То есть, если вы нормально своего поддержите, то есть, если у вас это вот образ ветерина, скажем так, система, то будет на себя чувствовать комфортно. Тут пожилые, ну, нельзя, можно просто прочитать и... То есть, я бы сказал, что, вот, обратил только на последнее, что если вы не мыслите систему, то у вас вот, ну, как-то, и логично совершенно, рано или поздно превращается в комок. Комок, спагетти, гравитация, и вот, ну, гравитация — это есть и вот те, что всё, собственно, будет сплопывается. Это, ну, скорее всего, статья, я её, наверное, очень всем советую прочитать. Это одна из лучших статей, которые я читал именно по объектно-ориентированному такому true-программированию. То есть, когда человек, автор, действительно показывает, вот, как это на самом деле можно распределить очень сложный контроллер, очень такую, достаточно непростую предметную область с этим насосом, то есть там есть своя тоже логика, на... у меня несколько вот этих вот маленьких классов. И... последний слайд. Я рассказал только про то, в чём я, скажем так, уже уверен крепко. Есть ещё очень много идей наработок по поводу того, как, скажем, можно было бы всё переделать в Apple. То есть, это сделать нельзя. То есть, самое... неприятное в Apple, это вот эвальди-контроль. То есть, неприятное тем, что, если вы перешли с экрана на экран, то вот этот переход, он был императивно сделан вот этим самым контроллером. То есть, в Rails, например, это всё сделано гораздо лучше. То есть, там есть роутинг. Там сам по себе контроллер, он просто воркер, по сути. Он не является инициатором действия. На него приходит запрос, и он брендует фьюшку в Rails. Это так. И в фреймборах Backend это так. Здесь всё перепутано. То есть, у нас есть такая определённая стейт-машина из стори-борда, то есть, из экранчиков на стори-борде. То есть, можно смотреть на экран, это состояние определённое. И вот, они сами своё состояние меняют. И это очень плохо. То есть, я вижу сейчас, что по-хорошему тут должен быть слой просто контроллеров неких. И вот этот просто контроллер он рендерит UiViewController свою Ui-часть. И все данные, все там, модификации, аналитику этот контроллер в себе содержит. И для него UiViewController является подчинённой сущностью. Я об этом очень много думал, но пока что ничего, скажем так, не запилирую, чтобы это можно было показать. Но идея очень здоровая, что UiViewController это такой гермафродит, что ли. То есть, это очень тесно смешанные два злоя логики, которые создают проблему очень много в iOS. Если бы это было возможно, то это стало бы также сделано возможным роутингом. Потому что сейчас все экраны уже с собой связаны горизонтально. не роутинг. А? Роутинг не роутинг. Мы делали в одном из предложений роутинга. Я знаю три проекта по роутингу на битхабе, они все ужасные. Поэтому, возможно, вы просто тоже... Я сам знаю, что... Я думал, как бы я его сделал, он бы не работал, и поэтому он бы на этом слайде, короче. То есть, этот... Вот я об этом и написал дизайн, что... Я знаю, что роутинг работает в Фейсбуке. Вот у них есть роутинг. Ну, можно отдельно пообщаться, это интересно. То есть, вот, если бы это и это стало возможным, тогда сториборды превратились бы чисто в инструкции для роутера, как производить сикс. То есть, как делать переходы между экранами. Вот. тогда можно было бы просто... Был бы единый файл скажем, роутинг описывал, ну, роутер, да, его конфигурация написывала то, что мы можем делать, то есть, скажем, по этому пути там произойдет и как вот когда в этой машине программируется, там задается перечень состояния, куда мы можем перейти, состояние, которое допустимо, состояние, которое недопустимо. И вот все это вместе оно могло бы, так скажем, сработать. По поводу вадл. Вот в Одессе у нас есть опять же те самые суровые коллеги, их там много, но вот конкретное общение состоялось с определенной группой. Они используют вадл. Что такое вадл? Вадл – это эксмейльный язык, который описывает как устроен REST сервис в бэкэнде. То есть бэкэнд разработчик создаёт ресурсы, создаёт посты, гетты, и всё это что-то. А так как в бэкэнд написано яво, какой-то из фарбордов. Какой там фарборд ты знаешь? Джесси фарборд. Да, то есть я не уверен. Вадл ты поездил для REST. Да. Он отдаёт вот этот самый фарборд. То есть это формат, в котором написано то, как работает REST. Вот iOS, ребята из этой компании, они написали генератор, который может на основе вадл создавать сразу готовые boilerplate классы CoreData и классы, которые вызывает API client. То есть всё полностью готово на основе вадл. Так как у них такое суровое Enterprise, скажем так, приложение, они у них у нас модели что-то типа 20, даже именно дата моделей где-то около сотни. То есть там какая-то просто именно когда смотришь это количество кодов, его очень много. У них это всё генерируется на лифте. Есть такая вещь, как мой генератор опять же возьму. Там есть приватный класс, который генерируется вадл. то есть они сделали на основе вдохновились идеями генератора. А публичный класс это человеческие всякие декораторы вокруг CoreData объектов. И поэтому если схема на сервере меняется, меняется вадл, он меняет у каждого из этих сгенерированных объектов приватный класс. И тем самым логика пользователя она остается, все декораторы остаются. Короче, у них она сейчас очень сырая, потому что сильно завязана на их приложениях. Но идея мне очень понравилась, что если ее так хорошо задумать и промышленно запилить, можно было бы сразу же весь клиентский код, весь этот boilerplate, который связан с скорой дата с вызовами сети просто одним махом генерировали с вадл. Минусы в том, что вадл очень некрасивый. Я не люблю вообще xmail, как все нормально видели, в частности вадл он пытается решить очень классную задачу, но он делает это своим каким-то таким не очень красивым, скажем, способом. Все понятно, просто эстетически есть претензи к вадлу. Идея очень крутая. Backend вам отдает xmail, вы на xmail на его основе делаете уже 100 умножить на 2 или 3 слоя, то есть там целую лучу готовых классов, которые уже можно прямо сейчас и завтра в ней на основе делать UI. Готовый. Все это готово, это очень круто. Да, тут нужно сказать, что REST должен быть настоящим, иначе это работать не будет. Как и все другие кинетские библиотеки для REST это работать не будет. Если BK спроектирован не по REST строго. А я вот, например, никогда в жизни вообще не видел рест, настоящий REST сервис. Я один раз сел делать REST сервис, и кто не сделал REST сервис? Не, ну, здесь опять все убирается в детали, что я сам BADL вот так полностью не смотрел, там наверняка как-то конечки да, что прям в деталке и в результате ватт не может. Ну, я тоже в дороге тоже есть какой-то генератор, который генерит все объекты классы. Ну, из чего? Из чего? Из лицов вот все равно когда мы убрали сети остался дата-контроллер, у нас все равно остается зависимость на дата-контроллер. Остается необходимость в том, что мы все равно должны заимпорт там есть импорт и вот я подумал в последнее время о том, что возможно если бы то есть как вообще логику полностью полностью и вынести ее в соответствующий сервис. Ну, очевидно. То есть это очень хочется сделать и более того хочется сделать так, чтобы даже импортов не было у IP-контроллера. Вот мы подумываем, скажем так, про некий класс, смысл которого в IP-O. Выглядит это так. Создается UIP-контроллер, у него в property находится класс назовем его сейчас условно на I.O. И он сам на себя не на какие-то нотификации снаружи типа ns-notification, не на какие-то там кивио, все самые разные вещи, он подписывается сам на себя. Он подписывается на свой вот этот канал. То есть на свой I.O. источником событий, которые могут с ним случиться, он делает свой класс I.O. И точно так же делает все сервисы, с которыми особенно сложный сервис. Ну, когда там данные не линейные, а вот куча есть какой-то логики. Эти сервисы тоже имеют I.O. И они между собой общаются посредством некого канала. В результате получается, что тут в котором есть только I.O. и не только подписка на события, которые он своего, скажем так, I.O. упорта, как это назвать, канала, может получать все. Но это выглядит как очень интересная вещь, но похоже, что для нашего данного нынешнего проекта этого врача не будет. То есть это слишком с лишним расслоением, поэтому я это делаю не пока что ли не вымачен. вот I.O. И вот это все оно идет вот куда-то сюда. То есть сейчас вот если я ну скорее всего если я возьму свой, каждого из вас, я его не смогу тестировать в изоляции. Я не смогу протестировать, чтобы ответ на нажатие кнопки он там мигает лампочкой. Потому что чтобы это сделать, я столкнул с тем, что ваши контроллеры и мои контроллеры выходят все, и шлют аналитику они делают лучше всего и мне будет сложно их протестировать конкретно по тем направлениям, по которым мне хотелось бы их протестировать, чтобы это всегда работало как часы стена из тестов. поэтому кто вообще пишет тесты на iOS? Некоторые проекты. Ну в каком количестве? мы в одном проекте открывали только сеть то есть заглушив под сеть делаем то есть вы тестируете в самом это сервис то есть его контроллеры мы никогда не выбирали вот кто-то еще юнитосты юнитосты у юнитосты 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 есть есть некоторые вещь а не а вот как раз именно из-за того что любая связка ливнина извивая из логики их и невозможно тестировать если бы совместить вот эти вот все мысли и особенно а йог то так как киев или него и даже не делаем конечно киф кто-то пробовал киф позволяет сделать очень пусть можно было бы тогда сделать так ты берешь и не пести войны контроллер инстанцируешь а потом кифом и ушлешь нажать кнопку через правильную и потом просто удостоверяешь что-то мамочка в него бегает то что там что-то произошло то есть вот скажем так все вот это осуждение и вся вот эта тема и вес не очень помогу связана с тем что как сделать поместить его в ближайшее место чтобы он не делал то что на самом деле делать не должен и вот тогда как и любой другой простой класс обычной модели можно было тестировать вдоль и поберем то есть в ответ на так как его природа линейная то контроллер и тестирование тогда выглядело бы так в ответ на кнопочку он стоит нотификацию в ответ на свайл он шлет нотификацию он делает события тестирование возводилось только к этим двум вещам то есть чистый контроллер он только это нам на самом деле и должен давать это просто ювайная вещь которая делает действие то есть вот этого тык 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 линия события действий события есть никакой синхронности никакой аналитики сетевых вызовов всей этой такой штуки это отдельные сервисы которые тестируются отдельно а потом это как интеграционные тесты они тестируют уже эти вещи вместе пожалуй что у меня такое сложилось впечатление что как-то типа грузило есть у вас вопрос ну во первых слышал про эсэс генератор как эсэс генератор нет нет это штука которая константы то есть сеги превращаются в срочки эстетически это и здесь вообще генераторы в принципе плохо то есть мы куда не бьем генераторы это всегда боль потому что никогда не бывает вот генератор он тебе генерирует по какому-то определенному правилам ладно никогда не бывает вообще никогда не бывает проектов и кода которые вот следует этим правилам вообще никогда генераторы больше превращаются в всегда нет я не соглашусь в iOS есть мой генератор который в принципе не превращается в вот и собственно эсэс генератор он все лучше проходит по скарриборд файлу сдают оттуда все рукописные сроки и сдают константы то есть я посмотрю я посмотрю вы генератор запускаете так он запускается на старте я вообще не использую нас это не может рейт 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 а вот еще какой вопрос вот про город оттуда вы как ну вот насколько вот незачем просто незачем потому что кучу всего делают тестки а для нас это все сводится к тому что мы фэйч реквеста у нас есть это тоже я недавно начал только как трафактами что есть фабрика фэйч реквеста то есть название нашего приложения фэйч реквест в этом классе в виде плюсовых методов, в виде, то есть там есть категории у этого класса, но каждая из них, например, с этой команды, она возвращает все хачьи квесты. То есть все хачьи квесты отдельно лежат в репозитории. И мы с ними просто работаем двумя методами. Один синхронно, другой синхронно. Тут есть тоже небольшая ремарка. На самом деле, в данном проекте, вот прямо тут, Core Data, она не используется прямо как, не знаю, внутренняя база, с которой ты работаешь. Это больше как просто внутренний гадж. То есть она практически полностью дублирует то, что нам приходит с сервера. Вот. Таким образом мы просто прикрываем тазиком те места, которые могут оказаться без интернета. В общем, почти как везде. Ну, на самом деле, ее можно и можно использовать по-хорошему. Вот. Но мы тут ее используем так. Поэтому нам разкидок по большому вместе с фэшер-рекрасном, который Штас, на самом деле, открыл для всех нас, вот, нам хватает вот два с головой. И на долго еще хватит. Мы говорили про дебат, про дат, тоже была главная тема. Ну, то есть X-Straise, да? X-Straise. Ну, X-Straise, это, как, это способ посмотреть это под один из генов, скажем. Да. У коры дата есть очень хорошая библиотека. Вот мне ее советовали, она мне не помогла. То есть, точнее так. Я сначала баг нашел, а потом мне вот этот вот саппорт на раскидке сказал эти программеты на этой библиотеке. Называется GCD, что-то типа города дата дебаги, она очень хорошо вводит нарушение правил использования на какой-то дата объектах между потоками. То есть, у вас с чем-то с этим скажем? Я с этим буквально советую. Да, может быть так, что, допустим, не знаю, мы же ковреков используешь, и у тебя может быть так, что ты не можешь понять, у тебя коврадайте или множество ковреков тебя нет. Вау. Вау. Чаще всего ковреков и там много. Да, то есть, по поводу зависимости, не знаю, какая у вас специфика, я бы мимо него много раз ходил, и несколько раз понимал, что один хороший, просто хорошо спорректированный классик, который делает запросы, он решает, действительно, он не нужен в основном на суде. Ну, вот это мое было решение, а два раз на одном предложении, а на другом. Мы его используем, и мы его постоянно, потому что, действительно, много. У меня еще вопрос. Вы смотрели ли в сторону MBBL? Я смотрел, но мне почему-то не удалось поквасать на какой-то хороший источник, который бы мне это понравилось. И вот этот вот, который из издания. Я смотрел, но я... Скажем так, если ты сможешь показать, как это сделать хорошо, потому что я посмотрел, я читал, но вот не возникло желания, что вот прям взять и сделать. Вот так скажем. То есть, я с удовольствием послушаю, можно отдельно пообщаться. Мы не пробовали с человеком не обусмотреть какого-то, в связи с реактивом какого-то, какого-то технология. Да, это сейчас тоже как-то модная штука, то есть, я просто не дошел, не нанесло. Ну, еще хотел бы предположить, что в Vue controller можно тестировать, ну, точнее Vue controller можно тестировать за помощью скриншотов. В Vue controller. Это когда мы уже тестируем, это вот эта Vue controller. Да, я знаю, но не использую. Времени не хватает. Ну, и последний димар сказал, что все-таки не обязательно в один экран, это один controller. То есть, мы начали активно использовать в контейнерных контроллеров, связываться со стрибором, и получается у нас очень хорошо. мы тоже пользуемся. Вот как раз с этим скриншотом, то есть, ну вот, например, там тоже используется. Ну, короче, мне кажется, это здесь, we are the same page here, как у нас было в конце.